Из неприглядной площадки в любимое место отдыха горожан. В Сыктывкаре к столетию Коми открылась обновленная площадка под часами. Реконструкция сквера продолжалась более года в два этапа. Сначала старый асфальт заменили гранитными плитами, озеленили территорию. Затем установили скамейки и урны, качели двух типов, претерпели изменения и часы. Механизм показывает время с четырех сторон и настраивается по системе GPS. Какие еще новшества появились на площадках, расскажет Наталья Юрина. Новые объекты к юбилею республики для комфорта и удобства горожан. Месяц назад в Кировском парке презентовали три новшества. Инклюзивную площадку, скейт-зону и веревочный парк. Сегодня территории пользуются спросом. Каждому объекту особое внимание. Глава Коми Владимир Уйба вместе с мэром столицы Натальей Хозяиновой задерживаются сначала у одной зоны, затем переходят ко второй. Параллельно общаются с жителями. Еще одно новшество – подарок жителям к юбилею Коми. Обновленная площадка под часами теперь и не будет пустовать. За полтора года ремонтных работ территория перед бассейном заметно преобразилась. Но, как отмечает Владимир Уйба, работа по благоустройству территории продолжится. У нас еще есть где разгуляться. Но вот как показатель. Сделан небольшой пятачок, который действительно привлекает сразу людей. Поэтому таких мест в городе должно быть очень много. Там, где есть свободное пространство, его нужно превращать в такое вот притяжение, место притяжения. И я думаю, что это будет вот так, как здесь, это будет как раз жизнь городская. И это очень здорово, что мы имеем сейчас такие начала. И я думаю, что у нас еще в ближайшие годы и набережная, которая у нас под поручение президента, и мы сейчас готовим ПСД на нее, там тоже будет великолепное место. Реконструировали объект по программе «Комфортная городская среда». На апгрейд потратили более 110 миллионов рублей. Как итог, вместо асфальта под ногами – гранит. Территорию озеленили в скандинавском стиле. Городской пейзаж разбавили горными и желтыми соснами, рябиной и кустарниками. Для разнообразия ландшафта установили валуны. Зеленые островки засеяли газоном. Материал достаточно крепкий, так как это гранитный камень. Для такого количества людей применяются в основном материалы крепкие, чтобы он долго нам служил. Поэтому применен гранит. Много интересной зелени, которую раньше не высаживали в нашем городе, применена здесь, если вы обратите внимание. Интересные светильники. Новые часы, которые появились, тоже интересно. С ними фотографируются. Символ площадки решили сохранить на том же месте, что и раньше. Новые часы теперь с четырьмя циферблатами. Время показывают точно. Механизм настраивается автоматически по системе GPS. Изюминка новой площадки – качели. Здесь их пять. Разные по типу, но не по дизайну. Оформили конструкции в стилистике коми национального колорита. Эти, назовем, коды, они действительно отражают нашу республику на том визуальном языке, на котором говорили наши предки и общались между собой. Это пассы, которые, вы видите, уже были адаптированы для качелей. Все коммуникации спрятали под землей. Для того, чтобы открыть небо, установили 45 светильников, лавочки, урны, дополнительные видеокамеры. Камеры видеонаблюдения у нас здесь есть. Мы их усилили. Она в системе безопасный город. Площадь просматривается очень хорошо. Плюс мы установили дополнительные камеры. Сыктывкарцам преображение площади нравится. Обновленный объект – теперь большая фотозона. Замечательная площадка. Раньше она была тоже большая, но столько посадочных мест не было. И я думаю, что горожане оценят эту замечательную площадку. Видите, сколько детей, все рады, все катаются. Качели отличные, площадка хорошая. Так что можно гулять с детьми теперь. Это очень прекрасно, потому что у нас есть одна площадка, не менее плохая, да, очень красивая тоже, но она была для маленьких детей. А сейчас сделали такое вот чудо, я не знаю, я в восторге, честно. С коляской можно погулять, с детьми погулять, на самокатах поездить. В дальнейшем преображение площадки под часами продолжится. Сейчас дизайнеры составляют эскизы и разрабатывают проект по обновлению примыкающего сквера около республиканского стадиона.